Привет, друзья! Сегодня готовим, наверное, самую дешевую рыбу, минтай. Но какая же она вкусная получается! Куча овощей, вкусный, со специями соус, причем соус выходит однородный, без комочков, и рыба, пропитанная всей этой вкуснятиной, язык проглотить можно. Я такую рыбу могу есть, как самостоятельное блюдо, а своим мужчинам на гарнир делаю толчонку. А еще хочу сказать, что минтай по этому рецепту в холодном виде такой же вкусный, как и в горячем. Ну а делать всю эту вкуснотищу от силы полчаса. Итак, начнем. Сразу займемся овощами. Для этого рецепта я лук режу полукольцами. Морковь можно потереть на крупной или корейской терке. На небольшом количестве растительного масла обжариваем лук и морковь до полуготовности. Пока они жарятся, подготовим рыбу. Рыба у меня сегодня хорошая, крупная. Тщательно моем ее, счищаем мелкие чешуйки. Срезаем ножницами у рыбы все плавники и хвостовые части. Удаляем темную пленку, чтобы в дальнейшем рыба не горчила. Разрезаем минтай на порционные куски. За это время лук и морковь приготовились. Наливаем в сковороду кипяток и делаем вкусный соус. Для этого добавляем мягкий плавленый сыр. У меня президент. И обязательно немного кетчупа, чтобы в соусе была легкая кислинка. Добавляю кетчуп, а не томатную пасту, потому что в нем уже есть свой набор специй. Дополнительно добавляю специи для рыбы. Основа моих специй это сладкая паприка. Но тут также есть и сушеная петрушка, и сушеный чеснок, укроп, базилик, кориандр. Ну и обязательно солим и перчим по вкусу. А по желанию добавляем еще и лавровый лист. Теперь выкладываем рыбу в соус. У меня сковорода широкая, и рыба хорошо помещается в один слой. Аккуратно прячем рыбу под овощи. Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим в течение 15 минут. И посмотрите, рыбка осталась вся целая, но она уже абсолютно готова. И посмотрите, сколько много овощей у нас получилось. И какой красивый, однородный вышел соус. И, конечно же, все это, ну, очень вкусно. Вот так быстро и недорого можно приготовить бесподобное блюдо из ментая, которым можно накормить не только семью на ужин, но и гостей на праздничный стол. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. Готовьте. А в комментариях пишите, что у вас получилось. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!